Девушки отдыхают Человек смотрит вслед и говорит А все-таки Рабинович был прав, это действительно работает Давайте теперь поговорим о манипуляциях И это то, что делал Иоав, сын Сару И давайте посмотрим, как он это делал с царем Давидом Мы находимся во второй книге царств 11 главе, с 11 стиха Здесь у окружающих его людей, у Давида происходит в это время конфликт Там начинается история с Батшевы И Давид вызывает к себе мужа Батшевы, Урию И вот что говорит Урия Давиду И сказал Урия Давиду Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах И господин мой Иоав И рабы господина моего пребывают в поле Я пошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женой Клянусь твоей жизнью и жизнедушимой этого я не сделаю Урия называет себя рабом Иоава То есть Иоав, господин мой Иоав Урия верно служит Иоаву Давайте посмотрим, что будет с Урией Который называет себя слугой Иоава И сказал Давид Урия Останься здесь и на этот день И дальше 14 стих По утру Давид написал письмо к Иоаву И послал его с Урией В письме он написал так Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение И отступите от него, чтобы он был поражен и умер Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию На таком месте, о котором знал, что там храбрые люди И вышли люди из города и сразились с Иоавом И пало несколько из народа и слуг Давидовых Был убит также Иурия Хитаянин Иоав осаждает город Аманитян И он дает приказ людям, устный приказ Что в такой-то момент, когда вас будут атаковать Вы должны отступить И этот приказ Урия не слышит И когда подходит такой момент Люди согласно приказу отступают Урия не знает об этом приказе Он остается сражаться Думает, что все остальные бегут из трусости Он как смелый сражается дальше И погибает Что происходит дальше Восемнадцатый стих Второе царство, одиннадцать восемнадцать И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения Внимание И приказал посланнику, говоря Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения И увидишь, что царь разгневается И скажет тебе Зачем вы так близко подходили к городу сражаться Разве ты не знали, что со стены будут бросать камни на вас Кто убил Авимилеха, сына Иерова Алова Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернов И он умер в Тевеце Зачем же вы близко подходили к стене Тогда ты скажешь И раб твой Урия Хитаянин Также умер И мы читаем эту историю Как слуга подошел И он играет чувствами Давида Сначала Давид должен разгневаться Что Иоав делал что-то неправильно Неправильно вел осаду города И посланник должен сказать такую фразу Которая изменит гнев на милость И раб твой Урия Хитаянин умер Посмотреть на реакцию царя Давида И об этом рассказать Иоаву Тогда сказал Давид посланному Так скажи Иоаву Пусть не смущает тебя это дело Ибо меч поедает иногда того Иногда сего Усиль войну твою против города И разрушь его Так ободри его Вот такая история Что Давид Урия И что Яв выполнил приказ Он подставил Урию под бой Урия был убит И дальше вот здесь мы прочитали о том Как Иоав начинает манипулировать Чувствами Давида И хочет проверить Насколько он теперь может влиять на царя А при возможности и шантажировать Вы должны понимать Что такие письма Как написал Давид Они просто так не исчезают Они хранятся Где-нибудь в сейфе у адвоката В надежном месте И 25 стих Да, Давид дает Иоаву Разрешение Справку Да, продолжай действовать Ты все делал правильно Так оно все и будет Дальше Второе царство Мы перескакиваем в 14 главу С 1 стиха Дальше там происходит конфликт Между Давидом и Авесоломом Авесолом изгнан из дворца И заметил Иоав сын Сару Прошло какое-то время И заметил Иоав сын Сару И что сердце царя обратилось к Авесолому И послал Иоав Фекою Взял оттуда умную женщину И сказал ей Ну давайте прочитаем То есть он учит женщину Как сделать манипуляцию Поиграть чувствами Давида так Чтобы в конце он принял решение То, которое хочет сам царь Авесолома вернуть обратно в Иерусалим Давайте посмотрим Как это происходит Иоав говорит женщине Притворись плачущую И надень печальную одежду И не мажься и леем И представься женщину Много дней плакавшую по умершим И пойди к царю И скажи ему Так и так И вложил Иоав в уста Ее что сказать И вошла женщина Фекоетянка к царю И пала лицом к своим на землю И поклонилась И сказала Помоги царь И сказал ей царь Что тебе И сказала она Я вдова Муж мой умер И у рабы твоей было два сына Они поссорились в поле И некому было разнять их И поразил один другого И умертвил его И вот восстало все родство На рабу твою И говорят Отдай убийцу брата своего Мы убьем его за душу брата его Который он погубил И истребим даже наследника И как они погасят Остальную искру мою То не оставить Мужу моему имени И потомство на лице земли И сказал царь женщине Иди спокойно домой Я дам приказание тебе Но женщина Фекоетянка сказала царю На мне господин мой царь Да будет вина И на доме отца моего Царь же Престол его не повинен И сказал царь Того кто будет против тебя Приведи ко мне И он более не тронет тебя Она сказала Помяни царь господа Бога твоего Чтобы не умножились Мстители за кровь И не погубили сына моего И сказал царь Жив господь Не падет и волос Сына твоего на землю И дальше Женщина переводит оборот Что то что она говорила Эта притча Теперь Твое решение В подобной ситуации Которую в твоей жизни Давай здесь Реализуем В твоей жизни Сказала женщина Позволь рабе Сказать еще слово Господину моему царю Она сказала Он сказал Говори И сказала женщина Почему ты так мыслишь Против народа Божия Царь произнеся это слово Обвинил себя самого Потому что Не возвращает Изгнанника своего Имеется ввиду Абишалом Мы умрем И будем Как вода Вылитая на землю Которую нельзя собрать Но Бог не желает Погубить душу И помышляет Как бы не отвергнут От себя и отверженного И теперь я пришла Сказать царю Господину моему Эти слова Потому что народ Пугает меня И раба твоя сказала Поговорю с царем Не сделает ли он По слову рабы твоей Своей Верно царь Выслушает и избавит Рабу свою от руки Людей Хотящих истребить Меня вместе с сыном Моим Из наследия Божие И сказала раба твоя Да будет слово Господина моего царя В утешении мне Ибо господин мой царь Как ангел Божий Может выслушивать И доброе и худое И Господь Бог твой Будет с тобою И дальше И отвечал царь И сказал женщине Не скрой от меня О чем я спрошу тебя И сказала женщина Говори господин мой царь И сказал царь Не рука ли Иоава Во всем этом с тобою Давид почувствовал Манипуляцию Как первый случай В 11 главе Так и второй случай Игра на его чувствах И царь вынужден Принять решения Которые решили За него И отвечала женщина И сказала Да живет душа моя Твоя господин мой царь Ни направо ни налево Нельзя уклониться От того что сказал Господин мой царь Точно Раб твой Иоав Приказал мне И он вложил в уста Рабы твои Все эти слова И 21 стих И сказал царь Иоаву Вот я сделал По слову твоему Пойди же возврати Отрока весолому Тогда Иоав Пал лицом на землю И поклонился И благословил царя И сказал Теперь знает Раб твой Что обрел Благоволение Придачами твоими Господин мой царь Так как царь Сделал по слову Раба своего Иоав научился Как делать Так Чтобы царь Одобрял Все его решения Он получил Это Одобрение И дальше И дальше Мы по ходу Увидим Что Иоав Делает в королевстве Все что он захочет Не сообразуясь С мнением Давида И Давид Ему все прощает Так же Как прощал Историю О которой мы говорили Убийство Авенира Беннира Теперь 29-30 стих Иоав Возвращает Авесолома Из Гешура В Иерусалим Но Давид Сказал Авесолом Не увидит Моего лица Он будет в столице Но он не будет Во дворце Что происходит После этого Авесолом Посылает Заяву Чтобы послать Его к царю Но тот Иоав Не захотел Прийти к нему Послал ее в другой раз Но тот не захотел Прийти И сказал Юав Слугам своим Видите участок Поля Юава Подле моего И у него там Ячмень Пойдите Выжгите его огнем И выжгли Слуги Авесолома Тот участок Поля огнем Вы видите Здесь Авесолом Манипулирует Самим Юавом И стал Юав И пришел К Авесолому в дом И сказал ему Зачем слуги твои Выжгли мой участок Огнем И сказал Авесолом Юаву Вот я посылаю за тобой Говоря Приди сюда Я пошлю тебя к царю Сказать Зачем я пришел Из Гессура Лучше было бы Мне оставаться там Я хочу видеть Лицо царя Если же я виноват То убей меня И Юав Встретился с Авесоломом Который был в Апале И да Он от имени Авесолома И идет К Давиду И пошел к Юав К царю И пересказал ему это И позвал царя Авесолома Он пришел к царю И пал перед своим Перед И пал лицем своим На землю Перед царем И поцаривал Царь Авесолома Авесолом достиг своей цели Король его Принял Мир Мир и тишина Воцарились Но Знаете что? Давайте посмотрим дальше Где фигурирует Юав Если Авесолом Манипулирует Юавом Как ему ответит на это Юав Давайте посмотрим 17 глава 25 стих Авесолом восстает против Давида Убегает И он воцарился в Хевроне И опять начинается гражданская война Давид принимает решение Бежать из Иерусалима От армии Авесолома Что интересно 25 стих Что армия пошла за Авесоломом Армия Которая командовал Юав Пошла за Авесоломом Авесолом поставил Амиссая Вместо Юава Над войском Амиссай Был сын одного человека По имени Эфера Изриэля Который вошел Кавигея Дочери Наса Сестре Саруи Матери Юава Итак Амиссай Является двоюродным братом Юава И он становится Главнокомандующим Над Израильской армией Который 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 В распоряжении Авесолома Дальше Дальше Давид убегает И там Да Есть эпизод С семьей С сыном Геры Который оскорбляет Давида Бросает в него камни И Сыновья Сруми Юав И Авес Они предлагают Убить его За то что он Оскорбляет царя Давид И их Утихомиривает Чтобы они Этого Не делали Дальше Давид Группирует Свои войска И Те люди Что у него Остались Телохранители И те войска Которые он Нашел В Заиорданье Он делит На Между Тремя Командирами Для того Чтобы сразиться С армией Под руководством Авесолома Второе царство Восемнадцатая глава С пятого стиха И приказал царь Юаву И Авеси И Евфею Говоря Сберегите мне Отрока Авесолома И все люди слышали Как приказывал царь Всем начальникам Об Авесоломе Итак Войска Давида Поделены На три части Один из этих Частей Командует Юав И Давид Приказывает Своим начальникам И приказывает При всех Подчиненных Чтобы начальники Не ослушались Приказывает Не убивать Авесолома Что происходит Дальше В четырнадцатом Стихе Ну вот Вот эта знаменитая Сцена Которую Везде Обращают Внимание Авесолом Взбунтовавшийся Сын Сражается Против Отца Настоящего Короля И погибает И встретился Авесолом С рабами Давидами Он был на муле Когда муф Бежал С ним Под ветви Большого дерева То Авесолом Запутался волосами Своими В ветвях Дуба И повис Между небом И землей Амул Бывший Под ним Убежал И увидел Это некто И донес Юаву Говоря Вот я Видел Авесолом А висящим На дубе И сказал Юав Человеку Донесшим Об этом Вот ты Видел Зачем же Ты не поверг Его там На землю Я дал бы Тебе Десять Шекелей Серебра И один Пояс И отвечал Юаву На дубе Мешим Мул Убежал И он Остался В таком Подвешенном Состоянии Между небом И землей И здесь У нас Появляется Человек Который Это Увидел И он Докладывает Об этом Юаву И Юав Ему Сразу Говорит Почему Ты Не убил Я бы Дал Тебе За Эту Награду И этот Человек Очень Осторожен Вы знаете Вот Убийство Ури Хитаянина Не прошло Так Гладко Это Уронило Авторитет Юава И люди Стали Понимать Что Служить Юаву Не очень Так Не Очень Благословенное Дело Поэтому Армия Пошла За Весоломом А не за Юавом И вот Здесь Человек Так Прямо И говорит Юаву В лицо Если Бо Я сделал Так Как Ты Мне Говоришь Ты Бо Сам Восстал Против Меня И Меня Бо Подставил Под Царский Гнев Что Я Убил Я Нарушил Приказ И царя И твой Он В лицо Говорит О Двуличии Юава И что Ему Отвечает Юав Нечего Мне Медлить С тобою И взял В руки Три стрелы И вонзил В сердце Весолома Который Был Еще Жив На Дубе И так Он Берет Лук И стрелы И Убивает Юава В Иврите В этом Стихе Два Раз Упоминается Сердце Одно Один Раз В контексте Сердце Авесолома И в другом Контексте Сердце Дерева То есть Сердце Авесолома Пробито И пригвождено Стрелами К сердцу Дерева И отсюда Есть такое Толкование Что у дерева Тоже есть Сердце Ну или Хотя бы В русском Переводе Сердцевина И так И взяли Авесолома И бросили В лесу Глубоко В яму Наметали Над ним Огромную Кучу камней Все Израильтяне Разбежались Каждый В шатер Свой Дальше Что происходит При дворе Царя Давида Прибегают Два Гонца Один За другим Один Ему Сообщает Добрую Весть Что Есть Победа Царь Сразу Спрашивает Какая Судьба Авесолома Он говорит Я не знаю Он говорит Встань в стороне И прибегает Второй И говорит Да будут Все Что 29 стих И сказал Царь Благополучен Леотрок Авесолом И сказал Ахимас Я видел Большое Волнение Когда Раб Твой Юав Посылал Да Это Первый Вестник И Второй Благословен Леотрок Авесолом И сказал Хуси Да будет С рогами Господина Моего Царя И со Всеми Злоумышляющими Против Тебя Тоже Что Постигла Авесолом Царь Понимает Что Авесолом Погиб И смутился Царь И вошел В горницу Над воротами И плакал И когда шел Говорил Так Сын мой Авесолом Сын мой Авесолом Отдал бы Кто не умереть Вместо тебя Авесолом Сын мой Сын мой Давид В трауре Что дальше Происходит В городе Армия Потихоньку Возвращается В город Где находился Давид И сказали Яву Вот царь Плачет И рыдает Абовесолом И обратилась Победа Того дня Не говорил Что царь Скорбит О своем сыне И входил Тогда народ В город Украдкой Крадутся люди Стыдящиеся Которые Во время Сражения Обратились В бегство А царь Закрыл лицо Своей Громко Взывал Сын мой Авесолом Авесолом Сын мой Сын мой Давид Очень страдает Из-за Смерти Своего сына Сейчас Перед его Лицом Появится Убийца Который Убил его сына Из-за которого Он так сильно Страдает Как вы думаете Что будет Да Будет еще Одна манипуляция И Давид Беспрекословно Сделает Все Что скажет Ему Убийца Его сына Давайте Почитаем Как это будет Происходить Мы находимся Во второй книге Царств 19 глава 5 стих И пришел Яв к царю В дом И сказал Ты стыд Привел сегодня Всех слуг Своих Спасших Ныне Жизнь твою И жизнь Сыновей И дочерей Твоих И жизнь Жен И жизнь Наложность Твоих Ты любишь Ненавидящих Тебя И ненавидящих Любящих Тебя Ибо Ты показал Сегодня Что ничто Для тебя И вожди И слуги Сегодня Я узнал Что если бы Али Солом Остался жив А мы У тебя У тебя У тебя Ни одного Человека Это будет Для тебя Хуже Всех Бедствий Которые Находились На тебя От юности Твоей До ныне И дальше Да Действительно Давид Следует Этим Инструкциям И поступает Так Как ему Сказал Юав Юав Дальше Делает Книпуляции Да Играют На чувствах И Заставляют Давида Выполнить То что он Должен По мнению Юава Сделать Как Вот здесь Вот эта фраза Ибо Клянусь Господом Что если Ты не выйдешь В эту ночь И не останется У тебя Ни одного Человека Клянусь Господом Это не Пророчество А это Я приложу Все свои силы И все свои Старания Для того Чтобы в эту же Ночь Не осталось У тебя Ни одного Человека Это то что Юав Да Может контролировать И Давид Бежит Из Иерусалима Он не является Королем Если он не является Королем То его можно Судить По делу Об убийстве Допустим То что Вероятно Сделал Ависалом В Синедрионе Подал Подал документы На то Чтобы Давид Вот так и так Согрешил Он не имеет Права Быть царем И Юав И Так Престол Мягко говоря Бесхозный Давид еще не вернулся В Иерусалим Израильтяне Еще не признали Его Королем Снова И Юав Говорит Что он Пойдет На это Что за Давидом Больше не пойдет Ни один человек Если Давид Не выполнит Инструкции Юава Вот такая История Что делает Давид В ответ Ему не нравится Как говорят Подчиненные И он говорит Здесь Так Тринадцатый стих Давид Говорит Послание К Амисаю Амисай Тоже племянник Давида Двоюродный Прат Юава Который Сейчас Является Военачальником Израильской Армии И Амисаю Скажите Не кость ли Моя И плоть Моя Ты Пусть То и то Сделает Со мной Бог И еще Больше Сделать Если ты Не будешь Военачальником При мне Вместо Юава Навсегда Итак Юав Лишается Должности Военачальника И вместо нее Становится Другой человек Амесса Двадцатая Глава Четвертый Стив После Восстания Ави Шалома Происходит Другое Возмущение Семея Синагеры И по этому Поводу Давид Говорит Амиссаю Уже Уже Они Находятся В Иерусалиме И Давид Говорит Амиссаю Созови Ко мне Иудеев В течение Трех Дней И сам Я весь Сюда И пошел Амиссай Созвать Иудеев Но промедлил Более Назначеному Ему Времени Тогда Давид Сказал Авесси Теперь Наделает Нам Зла Семей Синбихри Больше Нежели Авессалом Возьми Ты Слуг Господина Твоего Преследуй Его Чтобы Он Не Нашел Себе Укрепленных Городов И Не Скрылся От Глаз Наших Что Мы Здесь Видим Что Юава Здесь Нет Впервые Вещи При Дворе Происходят Без Совещания С Юавом Так Как Вы Думаете Что Он На Это Прореагирует Реакция Не Заставит Себя Ждать Мы Читаем Уже В Восьмом Стихе Кстати Вышли За ним Люди Юавовы И Хилифей Филифей Телохранители И Все Храбрые Пошли Из Иерусалима Преследовать Савея Сына Бихри Восьмой Стих И Когда Они Были Близ Большого Камна Что У Гаваона То Встретился Им Амисай Амисай Собрал Армию И Встречается С Юавом Юав Был Одет В воинское Деяние Своей Перепоясан Мечом Который Висел При бедре В ножнах И который Легко Выходил Из них И Входил И Сказал Юав Амисаю Здоров Литый Брат Мой И Взял Юав Правой Рукой Амисая За бороду Чтобы Поцеловать Юав И Овеса Брат Его Погнали За Семьем Сином Бихри Итак Что здесь Происходит Юав Таким Способом Возвращает Себе Должность Военачальника При царе Давида В то Время У людей Было Два Сорта Мечей Ножей Один Большой Для Для Войны Чтобы Можно Было Удобно Махать А другой Маленький Так Чтобы Он Быстро Выскакивал Его Носили Возможно За Пазухой Его Предназначение Было Чтобы Он Легко Выходил Из ножен Легко Выскакивал Во Время Сближения Двух Двоюродных Братьев Юав Сделал Вид Что Споткнулся И Этот Нож У него Выскочил Из ножен И Он Его Поймал И Когда Подходил Взял Как бы По рассеянности Не положил Его Обратно Подошел К брату Поприветствовал Взял За бороду Хотел Поцеловать Поцеловал И В это Время Вставил Нож Под Пятое Ребро И Амисай Был Убит И Это Было Ну Вот Вот Такое Преступление Зато Вернул Обратно Свою Дожность Как Вы Думаете Давид Утвердит Это Назначение Да Юав Снова Становится Во главе Войска И Успешно Завершает Операцию По Преследованию И Убийству Самея Сына Бихри Женщина В городе Где остановился Семей Женщина Ведет С Юавом Переговоры Договаривается Чтобы Юав Не разрушал Город И Горожане Сбрасывают Голову Казненного Семея Юаву И Так Гражданская Война Была Остановлена Следующий Пизод Где мы Читаем Об Юаве Находится В 24 Главе Это История О Переписи Населения И Сказал Давид Гнев Господень Опять Возгорелся На Израильтян И Возбудил Он В них Давида Сказать Пойди И Исчезли Израиль И И И И И Сказал Царь Юаву Военачальнику Который Был При Нем Пойди По Всем Коленам Израилю Мадана До Версави И Исчислите Народ Чтобы Мне Знать Число Народа И Сказал Юав Царю Господь Бог Твой Да Умножит Столько Народа Сколько Есть И Еще Восторг Столько А Отче Господина Моего Царя Увидят Это Но Для чего Господин Мой Царь Желает Этого Дела Но Слово Царя Юаву И Начальникам Превозмогло И Пошел Юав Свои Начальниками Отцаря Считать Народ Израильский Они Делают Перепись Населения Здесь Важен Вот Какой Момент У Давида И Юава Очень Натянутые Отношения Враждебные И Даже Несмотря На То Что Юав Прав В этом Споре И Да Исчислять Народ Нельзя Нужно Это Делать Как Собирать По пол шекеля С каждого И Пересчитывать Деньги Но Израильтян Считать Нельзя Это Народ Который Не Входит В И И В Споре Прав Юав Но Давид Не Может Воспринять Правильный Совет Из Юава И Он Все Таки Настаивает На Том Чтобы Это Было Сделать И Так Происходит Смерть Давида И Юав Не Смерть А Давид Теряет Уже Не Управляет Государством И Поднимается Вопрос Кто Будет Наследником Давида И Мы Подошли Третья Книга Царств Первая Глава И Там Появляется Адония Который Сколачивает Свою Коалицию Кто Будет Его Поддерживать И Это Юав И Юав Поддерживает Адонию В Этой Ситуации Вы Помните Соломон Добился Мать Соломона Добилась Того Что Давид Помазывает Соломона На царство Соломон Соломон Воцаряется И Юав Оказавшись В оппозиции В коалиции Выбрал Не ту Компанию Что Надо Разбегается От Того Пира Который Устроил Адония Соломон Услышал Ладони Все Приглашенные Войско Израильского Савидером Сыром Мировым И Месаем Сыном И Ефером Как Он Умертвил И Пролил Кровь Бранную Во Время Мира Обогрив Кровью Бранную Пояс На Череслах Своих Обув На Ногах Своих Поступи По Мудрости Твоей Чтобы Не Отпустить Седины Его Мирно В Преисподнюю И Дальше Соломон Это Выполняет Когда Адония Напоминает Об этом Конфликте В Этой же Главе Соломон Ставит В Главенстве Армии Ванею Сына И Военачальником Который Раньше Ванея Раньше Был Начальником Телохранителей Сейчас Он У Соломона Он Начальник Армии И Послали Царь Соломон Ванею Сыне Адаева Который Поразил Адонию Отправляет Священника Иофара И А вот Этих Разборки Уничтожение Оппозиции Слух Об этом Дошел До Ява Так Как Яв Склонялся На Сторон Адонии А не На Сторон Соломона Не Склонялся И Убежал Яв В Скинь Господню Ухватился Сороги Жертвенника И Донесли Царю Соломону Что Яв Убежал В Скинь Господню И Что Он У Жертвенника И Послал Соломон Ванею Сыне Ядава Говорят Пойди Умер Тви Его И Пошел Ванею В Скинь Господню Сказал Ему Так Сказал Царь Выходи Ванея Думал Что Убийство На Храмовой Территории Это Некрасиво И Сказал Тот Нет Я Хочу Умереть Здесь Ванея Передал Это Царю Говорят Так Сказал Юав И Так Отвечал Мне И Царь Сказал Мой Сделай Как Он Сказал И Умер Тви Его И Похорони Его И Сними Невинную Кровь Пролитую Юав С Меня Из Дома Отца Моего Мы Говорили Что Вероятно Юав Утверждает О том Что Я Уже Получил За Это Наказание То Что Давид Меня Проклял И Если Ты Берешь На Себя Второе Наказание Казнь То Первое Наказание Проклятие Вернется Обратно На Дом Давида Что И Произошло Соломон Это Согласился И Говорит Да Убей Юава Да Обратит Господь Кровь Его На Голову Его За То Что Он Убил Двух Мужей Невинных И Лучших Его Поразил Мечом Безведомо Отца Моего Давида Авнера Сына Нирова Военачальника Израильского И Амисая Сына Еферова Военачальника Иудейского Да Обратится Кровь Их На Голову Юава И на Голову Потомства Его Навеки А Давиду Потомство Его И Дом Его И Престол Его Да Будет мир Навеки От Господа И пошел Ваняя Сына Адаев И поразил Юава И умертвил Его И он Был Похоронен В доме Своем В пустыне Это Вся История Юава Тени Давида Темной Части Которая Была В Дворце Давида То что Давид Не мог Уничтожить И решить Эту Проблему В течение Всей Своей Жизни Юав Держался Потому что Он был Нужным Человеком Он был Общественно Значимым Человеком Он Да Достигал Побед И достигал Результатов Но Он Дел Это Ходя По Трупам Остальных И Приминая Обходя И стирая Углы Моральных Принципов Которые Для него Значили С каждым Разом Все Меньше И Меньше И Можем Сделать Урок Что Нужно Выбирать И Следить За Теми Людьми Которые Нас Окружают За Подчиненными Которые Нам Служат Чтобы У них Были Высокие Моральные Качества Будьте Благословенны Всего Доброго Благословенны 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 Доброгословенны